Привет! На носу Новый год! А с вами старый добрый я, Дмитрий Фреско, со своим старым кулинарным блогом. Грядет год козы, значит козлятине не место за столом, на столе. Зато свинятине место и на столе, и за столом, и под столом. Приготовим свинский рулет. Готов он будет часа через три, но не пугайтесь, вам не придется торчать у плиты до упора. Будет время и у девочек, чтобы перышки почистить, и у мальчиков, чтобы шахматы сыграть. На 8 человек нам понадобится свинская шея, килограмма на 2, 3-4 пластинки бекона, 3 зубчика чеснока, полстакана кедровых орешков, пара сухарей, 100 граммов твердого сыра, пара ложек протертых томатов, кучок пряной зелени. У меня тут петрушка, семьян, шалфей, ну какой букетик, на месте козы я бы одна крупная луковица. Пару ложек растительного масла и бутылка темного пива, только выбирайте не горькое, гинз не подойдет. Можно, кстати, использовать красное сухое вино или бульон. Сначала начинка. Порубим немножко пучок петрушки, чтобы его удобно измельчить в блендере. Оборвем листочки у шалфея. Точно так же поступим с тимьяном. Туда же уходят сухари, чеснок и пармезан. А запах убираем. Теперь нам надо подготовить мясо. Отступив от края сантиметра два, делаем вертикальный разрез, не доводя его до стола. Затем поворачиваем лезвие параллельно столу и продолжаем резать. Как бы разматываем этот рулончик. Из этого куска нам надо получить широкий лист, удобный для заворачивания. Поступим с мясом так, как это делают признанные мастера обращения с мясом, аргентинцы. Теперь выкладываем начинку, отступив на пару сантиметров от края. Сначала бекон. У меня в начинке пармезан, а он достаточно соленый на вкус. Если вы будете использовать другой сыр, возможно понадобится начинку посолить. А вообще не стесняйтесь ее пробовать, вы же для себя готовите. И потом, может у вас и нет пармезана, зато у вас есть кедровые орешки. Я так пи не обхожусь. И вяжем. Сначала делаем петлю. На длинном конце делаем вот такую петельку. Перехлестываем и заносим ее. Опять петельку. Захлестываем. И попускаем шпагат под рулетом. Лишнее уже можно обрезать. И обгазываем с этим хвостиком. Обваляем рулет в муке и обжарим его до румяности. Красавец. Музыка Теперь перекладываем рулет в посуду для духовки. В сковородку, где обжаривался рулет, добавляем наши протертые помидоры, пусть немного обжарится. К рулету отправим лук и туда же немного пива. Рулет у нас отправляется в духовку, а немного погодя, туда же уйдет и обжаренный томат. Пусть постоит минут 40, температура 180 градусов. Ну что, партейка в шахмате, успеем разыграть пару блицев. 40 минут прошло. Перевернем рулет и пусть он себе томится до готовности. А мы будем присматривать и при необходимости подливать пиво. Убавим температуру до 140 градусов. Рулет уже практически готов, но перед выходом свет нужно придать ему лоску. Подрумянием его в духовке. Из соков, оставшихся в кастрюле, приготовим соус. Процедим его, уварим, выправим на соль сахар и добавим немного бальзамика. Вот и все на сегодня. Готовьте из свинины и козлины. Козлятины и свинятины. Короче, готовьте из чего хотите, не морочите мне голову. С наступающими вас праздниками! Через неделю готовим новогодний десерт. Очень простой и очень вкусный. Яблочный крэмбл. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова